МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие направления сейчас пользуются наибольшей популярностью? Куда стоит съездить? Конечно, первое место все равно занимает Константинова. Конечно, это один из самых известных маршрутов Константинова-Пощпова, который действует в регионе уже не первый год, но все равно они пользуются неизменной популярностью у туристов, особенно сейчас, в период Золотой Осени. Музей-заповедник проводит свой традиционный проект «Лесеневские дни», и каждую субботу в Константинове проходят разнообразные творческие фестивали, конкурсы, которые, конечно же, достойны внимания. И вот кульминацией «Есенинских дней» станет всероссийский «Есенинский праздник поэзии», который пройдет буквально в эту субботу, 29 сентября. Отлично! Расскажите, пожалуйста, большей популярностью пользуется все-таки область или сам город? Какие маршруты предпочитают рязанцы? Ну, сложно как-то выделить что-то одно, потому что все равно, конечно, интерес к городским объектам, он есть, но и если говорить об области, то, конечно, одно из самых популярных направлений, наравне, кстати, практически с Константиновым, это Касимов. Конечно, оно несколько более удаленное, но, тем не менее, значительное культурное наследие все-таки перевешивает, и люди туда едут с удовольствием, потому что прекрасно сохранился исторический центр Касимова. Можно увидеть памятники мусульманской архитектуры, что вообще для центра России является уникальной ситуацией. То есть мы часто говорим туристам, что Касимов – это наша маленькая Казань, город двух народов, двух культур. Также очень часто москвичи приезжают в Рязанскую мещеру. Мещера, конечно, если правильнее, но мы уже так привыкли. Большой популярностью пользуются байдарочные походы, сплавы по реке Пра. Отлично! А у нас сейчас осень, все-таки для байдарок уже холодновато, да? Есть ли какие-то альтернативы для тех, кто ищет необычный отдых? Ну вот одно из самых необычных предложений последнего времени, но оно, кстати, тоже достаточно экстремальное и прохладное – это зимние походы по мещерее вместе с Хаски. С Хаски? У нас есть Хаски в Рязани? Есть. Но не в Рязани, а в Рязанской области, в Клепяковском районе. Вот. И есть компания «Дикий тур». Вот как раз летом они занимаются сплавами по Пре, а в холодное время года проводят вот такие лыжные походы вместе с собаками. Если возвращаться к Касимову, до него, ведь как до Москвы, да? Уколо трех часов ехать. Насколько это достойная альтернатива? Вот чего не увидишь в нашей столице, но есть в Рязанской глубинке? Ну, это памятники мусульманской архитектуры, про которые я уже говорила. Это старая мечеть с минаретом XV века, текие последнего Касимовского хана Шахали. Сам исторический центр Касимова тоже достойный внимания, поскольку он не перестраивался с XIX века, и небольшие частные музеи. Вот в частности, музей «Русский самовар». Даже многие туристы из Тула отмечают, что он, во всяком случае, не уступает, а где-то и превосходит своего собрата. Это, конечно, особенно ценно. Также музей «Колокольчиков» тоже очень и очень достойный. Что можно привезти в подарок оттуда? Что-то себе, на память своим близким? Это разнообразные изделия народных промыслов, которые, кстати, очень хорошо представлены в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике. Сладкие сувениры, потому что в городе работает фабрика «Верность к качеству», которая производит очень достойный шоколад. И Касимовский пряник, который тоже славится своим уникальным вкусом. То есть Тулу мы скоро затмим всё-таки? Мы будем стараться, во всяком случае. Есть ли какие-то уникальные блюда, которые точно стоит попробовать, если говорить пока про Касимов? Это татарская кухня. То есть всё-таки не за русским национальным колоритом туда стоит ехать? Ну, однозначно так сказать нельзя. Но, конечно, татарский колорит – это такая уникальная тема. Это не только для Рязанской области, но и для центра России. Ну и, конечно, нет, о русском наследии тоже нельзя забывать. Уникальные Касимовские храмы, музеи. Что больше хотят смотреть рязанцы? Классические музейные экспозиции или, может быть, какие-то пешие маршруты выбирают, какие-то затерянные усадьбы? Что ближе к сердцу нашего человека? Ну, интерес, конечно, к необычным местам он всегда был и будет. Недаром пользуются популярностью разнообразные экскурсии, какие-то мистические, ночные и так далее. В нашем городе их, конечно, сейчас еще не так много, но они появляются. В частности, их проводят проект, я вам покажу. У них есть очень нестандартные экскурсии «Рязанский шафот». Также экскурсии «Улочки и закоулочки», «Ночная Рязань». То есть они, конечно, демонстрируют уже другие грани нашего города. И вот вы упоминали про пешеходные экскурсии. Вообще в последнее время мы наблюдаем к ним очень большой интерес. Регулярно в городе уже проводится фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Он проводился ко дню города. Буквально в эту субботу будет второй, скажем так, раунд, как раз посвященный также Всемирному дню туризма. Поскольку был очень большой отклик на эти маршруты. И вот Управление культуры решило это продублировать. И вот насколько я знаю, что запись сейчас уже практически закрыта. В областном центре, в самом городе Рязани, понятно, что жители уже много знают. Многие постройки любы нашему глазу, мы к ним привыкли. Что, может быть, вы как специалист можете порекомендовать? Что, может быть, еще не затерлось, не стало настолько популярным и символом Рязани, но тем не менее заслуживает внимания? Я бы, во-первых, всем рекомендовала пройтись по историческому центру. Допустим, даже не только по парадным улицам, к которым мы, может быть, привыкли. В первую очередь приходит на Умпочтовая. Ленина, она же Астраханская соборная, территория Кремля. Но есть же еще и улица Семинарская, улица Свободы, тоже с очень неплохо сохранившейся исторической застройкой. Да, они везде, но тем не менее есть очень интересные памятники. И вот как вот частно наши туристы говорят, что где-то Рязань похожа на Старую Москву, где-то даже на Питер. Ну, это, конечно, опять же, больше парадная часть города, но все равно. Ну и, конечно, одна из наших главных фишек – это деревянное зодчество. Где встретить деревянное зодчество? Его все меньше и меньше с каждым годом. Где вот остались островки эти? Ну, это, конечно, в первую очередь улица Салтыкова-Щедрина, где очень много симпатичных деревянных домов. Ну, да, пусть там не все они сейчас находятся в должном состоянии, но, тем не менее, полюбоваться интересными деталями все равно можно. И также все равно в пределах исторического центра еще раскиданы некоторые домики. Есть и они и на Никола-Дворянской, и на улице Полонского, неподалеку от Праволыбецкой. В общем, нужно исследовать свой город. То есть можно самому стать первооткрывателем какой-то диковинки? Да, конечно. И еще в последнее время у нас появляется очень много частных музеев небольших. Они, конечно, преимущественно рассчитаны на детей, но, как вот показывает практика, взрослые – это тоже большие дети, поэтому им не менее интересны. Музей «Мир Рязанского леденца», галерея пряников, музей сказок «Забава». И вот совсем свежий экскурсионный объект – это музей «Фабрика игрушек», что вот в преддверии наступающего Нового года будет особенно актуально. Мы объединили эти объекты в один маршрут «Рязань семейная». Здорово. А если говорить вот о «Фабрике игрушек», немножко подробнее расскажите, что именно там можно будет сделать. Это просто экскурсия или совмещенная с мастер-классом? Какой формат вы выбрали? У них экспозиция небольшая, но, тем не менее, они рассказывают и о истории игрушки. Есть некоторые уникальные экспонаты. Ну и каждый основной упор делается на интерактив, на мастер-класс. То есть можно списать разнообразные игрушки. И вот даже во время проведения чемпионата мира можно было изготовить уникальный шарик в виде футбольного мяча. К Новому году, я тоже думаю, у них появятся сейчас программы, которые будут анонсированы. Вы уже упомянули маршрут «Рязань семейная», но ведь под этим условным брендом есть и множество других маршрутов. Вот «Рязань романтическая», «Рязань историческая». Что это за проект и какие маршруты сейчас туда входят? Что можно посмотреть? Ну вот как раз эти маршруты, они все были разработаны в рамках проекта «Твоя Рязань». Вот фестиваль туристических маршрутов, который проводился ко дню города. Как раз организаторы ставили цель показать город с разных сторон. Всячески разнообразить программу, что, на мой взгляд, вполне получилось. То есть действительно у нас есть очень много уникальных объектов. Какой ваш любимый маршрут из этой серии? Ну, я больше тяготею к истории, поэтому я голосую за «Рязань историческую». Что в него входит? Что можно посмотреть в рамках маршрута? Это пешеходный маршрут по центру города, который как раз объединяет наши основные музеи и центральные улицы. Просто он наиболее насыщенный, и как раз гостям города я бы в первую очередь рекомендовала посещать именно его, поскольку он дает наиболее полное представление о Рязани. А все остальное уже и служит очень хорошим дополнением. Где он стартует? И, насколько я знаю, там установлены таблички, да, около объектов? Да, во-первых, на улицах исторического центра где-то около полутора лет назад появились карты с определенной навигацией по этому маршруту, чтобы туристы, но и сами горожане могли без проблем ориентироваться. А вообще изначально Рязань историческая, он был ориентирован на индивидуальных туристов, поэтому, в принципе, начинать можно с любой точки. Ну, конечно, логичнее делать это с Рязанского Кремля. Я знаю, что когда приезжают друзья ко многим людям, встает вопрос, что же подарить на память о своем родном городе. И так как мы жители, да, как-то на ум ничего особо и не приходит, все-таки со стороны виднее. Вот что лучше порекомендовать купить, может быть, в качестве сувенира, какую-то сладость или подарок? Что символизирует все-таки Рязань? Ну, вот один из наших новых символов – это как раз рязанский леденец. Вот как эти сладости можно приобрести в чайный музей «Мир леденца». То есть это какие-то оригинальные рецепты рязанские или это… Да, это оригинальный рецепт, который как раз на сотрудники музея, они, конечно, не стремятся раскрывать все секреты, но вот те, кто попадает к ним на мастер-класс, все-таки узнают некоторые ингредиенты. Чисто теоретически, если хорошо постараться, можно дома воспроизвести. Ну, если очень постараться, то да. Вот, а если говорить о других сувенирах, то это, конечно, изделия наших народных промыслов. Скопинская керамика, два вида кружева – Михайловская и Кадамский венис и Шиловская лоза. Это здорово. Вот если говорить о дальних странах, да, приезжают ли к нам иностранцы, потому что сейчас с приходом Николая Викторовича Любимова в качестве губернатора акцент именно на туристическую привлекательность региона. Вот работает, не работает? Работает однозначно. Мы уже замечаем. Повышение спроса, конечно, о турпотоке, наверное, пока рано говорить, но, тем не менее, во время проведения чемпионата мира по футболу в городе появились иностранные туристы. Специально для них мы даже озвучили аудиогид на английском языке по историческому центру города. Он доступен на платформе Easy Travel. То есть это максимально доступно. Если с мобильным интернетом все хорошо, человек скачивает специальное приложение и, собственно, может отправляться на экскурсию. Гид его ведет и рассказывает о основных достопримечательностях. Вот. И, конечно, вторая волна интереса была связана с первым международным форумом древних городов. Самое яркое событие этого лета, конечно, когда у нас было очень много иностранных гостей. Какие отзывы? Вот какое у них впечатление складывается о Рязани? Какое они ее видят? Ну вот те, с кем мы общались, говорили только положительно, что город очень красивый, очень русский, необычный. Ну, конечно, привлекают и памятники архитектуры, и какие-то вещи, которые, допустим, нам кажутся более обыденными. Те же самые деревянные дома. Допустим, памятники в Патию Калаврату также на наших гостей впечатлили. Откуда больше всего туристов? Вот кто приезжает к нам из зарубежных стран, да? С какой страной мы больше всего дружим, скажем так? Очень много гостей из немецкого Мюнстера, поскольку нас с ним связывают давние партнерские отношения с 1989 года, и делегации от них регулярно бывают. Также наши города-побратимы Лович, французский город Брюссиир и ряд других. Здорово. Ну вот во время чемпионата к нам в офис заходили и швейцарцы, и австрийцы. Ну, все они, конечно, направлялись в Саранск, но все-таки у нас такое несколько транзитное направление, некоторые останавливались. Здорово. Если говорить о рязанцах, то сейчас наступила осень, да? Что рекомендуете посмотреть? Вот что в осенних красках будет наиболее привлекательным? В нашем городе. Так, ну это, конечно, исторический центр, про который я уже говорила. Тем более очень приятно, что сейчас в последнее время город действительно преображается. Появляются необычные арт-объекты и на почтовой, и на соборной. Была проведена реконструкция Лыбецкого бульвара, да, и в районе цирка, и рядом с гостиницей Старый город. Вот очень такое появилось фотогеничное пространство. Одно из моих любимых мест – это Нижний городской сад, где расположен памятник грибы с глазами. Но там вообще есть несколько интересных объектов. Главное – это, конечно, художественный музей, который тоже осенью очень живописно смотрится. Летний клуб дворянского собрания – тоже замечательный памятник деревянного зодчества. А если в область направляться, то куда бы вы сейчас посоветовали уехать? Уехать именно на осенний период. Касимов. Вот, потому что как раз пока еще более-менее погода относительно теплая сохраняется. Можно как раз без проблем прогуляться и по историческому центру города. Плюс в Касимове неплохая набережная, вот, по которой тоже очень приятно гулять. Она достаточно живописная. Вот, конечно же, Константинова. Все-таки пора золотой осени на родине Есенина. Она всегда прекрасна. Вот. И, наверное, какой-то выход на природу тоже можно сделать. Пикник хотя бы в Солочи. Ну, мы будем надеяться, что рязанцы прислушаются к вашим советам и расскажут их гостям города. Спасибо большое за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была Оксана Морозова, ведущая менеджер Туристского информационного центра Рязанской области. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!